В чем секрет долголетия? Кто-то скажет, все дело в генетике, кто-то в образе жизни. Мы решили не ходить вокруг да около и отправились в гости к столичной долгожительнице Франтишке Зиноновне. В этот день ей исполнилось 100 лет. Мы поздравляем вас с вашим юбилеем. Мы желаем вам долгих лет. Живите долго и счастливо. С днем рождения вас! Спасибо. Я вам всем желаю прожить больше 100 лет. Франтишка Зиноновна родилась в Червенском районе. После войны переехала в Минск. Работала на разных работах. Последнее время, 19 лет, работала на ТЭЦ. Замеряла приемы с датчицей топлива. Среди любимых занятий долгожительницы – вязание, прогулки и общение с соседями. Лето Франтишка Зиноновна проводит с родными на даче. Дает ценное наставление в области сельского хозяйства. Так в чем же секрет долголетия? На протяжении всей жизни она соблюдала здоровый образ жизни. Отдыхала, спала вовремя, спала по 8-10 часов, не ела много жирного, не переедала, лучше не доесть, говорит, и отказывалась от ужина. По словам долгожительницы, чувствует она себя хорошо. В последнее время стала много читать. Я даже могу и газету прочитать немного, без очков. Хотя я о такой работе писала, что все равно мне зрение с детства было хорошее. Все хорошо. И с семьей хорошо живем. Все, слава богу, все отлично. Франтишка Зиноновна проживает с родными в заводском районе столицы, где в целом, по словам администрации, немало долгожителей. 90 человек перешагнуло 95-летний юбилей, и 5 человек, не считая сегодняшнего юбиляра, перешагнуло 100-летний юбилей. Конечно же, предпринимут все усилия для того, чтобы эти люди ни в чем не нуждались и чувствовали свою заботу о них каждый день. Те эмоции, которые они переживают, когда к ним приходят посторонние люди со знаками внимания, возрастные люди это очень важно и эмоционально переживают. Ну, я думаю, что, конечно же, это им прибавляет здоровье и еще годы жизни. Хочется еще раз поздравить Франтишку Зиноновну с юбилеем и пожелать ей и всем долгожителям всяческого благополучия и, конечно же, здоровья.